будьте здоровы люди вольные это мое путешествие начинается вот с такого вот место вполне симпатичного песочный пляжик возле небольшой деревни вот здесь вот будет стапель и далее придется плыть вот в ту сторону пользование и узла буллин при привязывании причального конца к лодке очень удобно потому что вот эта сама все веревка помимо того что является чалкой может использоваться и по другим назначением поэтому использование узлов буллин очень удобно узел не затягивается его развязать будет легко и дальше использовать веревку где-то в лагере если это нужно ну что вещи погружены можно и отдать концы как говорится все в путь поехали держим путь вон туда первые развлекушки начинаются сразу же попытаюсь снять с руки получится конечно ерунда но что получится завтра я придумаю как сделать так чтобы снимать на ходу а пока вот так вот так вот так речка становится веселый уже с самого начала весело петляет пришел я отсюда вот река уходит на 180 градусов в обратную сторону а судя по карте вот где-то вон с тем лесом она снова на 180 градусов развернется и пойдет туда ну что проверим на берегу стоит тушенка ну вот на пути образовалась небольшая быстренько по костромской области это можно сказать порог судя на взгляд длина его около 60 метров где-то ну что попробуем пройти на самом деле это весело для костромской области даже сверху небольшая весело получилось очень даже весело честно скажу не ждал я что самого начала будет так интересно речка здесь по-своему интересная она то узкая как вот в том участке откуда я только что прибыл а бывает что вот и разливается в такие небольшие заводе в общем то дна здесь не видно поэтому делаю предположение что здесь достаточно глубоко но не меньше двух метров поэтому вот в таких заводе вполне возможно будет ловиться какая-то рыба удочку я взял даже две взял одну поплавочную другую спиннинг но взял я их больше так для какого-то спортивного интереса нежели для того чтобы добыть себе пищу сегодня тушь наверно ловить не буду а вот завтра попробую спустя какое-то время на пути встретилась еще одна быстренько который я в общем то снова окрещу костромским порожком в общем то очень мне нравится это сейчас буду пытаться это все пройти так в общем что-то не очень удобно надо было пройти здесь от по самой быстренькой кстати вдоль берега встречаются вот такие ступеньки а где-то метрах 500 выше я видел рогатку убитую в берег в общем то это говорит о том что рыбаки то здесь есть ходит сюда ловить вот очередная заводь небольшая да будем надеяться что места здесь более перспективные в плане рыбы чем это было у меня на нырли месяц назад в общем интересная речка с самого начала речка очень интересно течение здесь кстати не сказать что слабое судя по топографической карте течение здесь 0,2 метра в секунду но я бы не сказал что это так потому что бывают тут участки очень быстро и бывают к чуть помедленнее но вообще для костромской области это очень такая веселая речка я считаю при том что воды сейчас мало и и вообще в этом году было мало везде и вот опять какая-то небольшая заводь то есть расширение реки впереди снова быстренько подул легкий ветерок и пошел небольшой веселый октябрьский дождик ну в общем то все прелести похода и сразу первый же день а вот неплохое место для стоянки в лесу темнеет раньше грибу я уже два часа поэтому надо вставать куда-нибудь уже потихонечку вот еще место в принципе место неплохое удобный выход вот под этими елками можно неплохо расположиться но все-таки пойду еще немножко подальше может быть найдется чего-нибудь получше речка не дает скучать постоянно виляет постам постоянно изгибается вот опять уходит практически на 180 градусов постоянно меняются берега то хвойные то лиственные то поля то лес то высокие берега то пойменные в общем очень интересно плыть по этой речке думаю что весной здесь еще интересней ну вот и нашел я себе место для ночлега первого там вот внизу будет байдарка вот в этой залоги а завтра чего-нибудь пытаюсь половить а ночевать буду где-нибудь вот под этой елью под этой елью вот вот я Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok